Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, это Ужасные новости. Часто говорят, что нельзя войти в одну воду дважды, и что все исторические аналогии между нынешними событиями и тем, что было в нашей стране сто лет назад, в 20 веке, они бессмысленны, потому что все по-другому. Мы даже сами часто так говорим, потому что, ну вот, смотрите, как взять современное российское общество, которое состоит не только из бюджетников, силовиков, значит, каких-то служащих, но и из фрилансеров, дизайнеров, значит, всяких там гендерно-флюидных небинарных личностей и чего угодно еще, как можно их всех взять и отправить назад в Советский Союз или в какое-то его подобие. Но кажется, что российские власти действительно именно этого в конечном итоге хотят, именно это пытаются сделать. Вот прекрасная новость, она, ну как сказать, поразила мое сердце, потому что в Москве и в Петербурге откроются магазины для беспошлиной торговли, предназначенные только для дипломатов. В постановлении правительства сказано, что, значит, эти магазины для дипломатического корпуса должны осуществлять контрольно-пропускной режим доступа физических лиц. То есть, иными словами, если у тебя справки нету, то, что ты можешь покупать в этих магазинах, то тебе там ничего не продадут и с позором выведут вон. Поразительно, но это, конечно, практически полная копия магазинов «Березка», которая существовала в советское время и которая была устроена, эта система «Березок» была устроена крайне парадоксально, потому что, с одной стороны, советским гражданам строго воспрещалось иметь валюту, либо какие-то рзацы этой валюты. Советский рубль был самой крепкой в мире, значит, валютой по официальным версиям тех же самых советских властей. Но, с другой стороны, то же самое государство, Советский Союз очень нуждался в валюте и очень поощрял всех людей, у которых она каким-то образом заводится, чтобы они эту валюту тратили и покупали всякие вещи, которые в обычном магазине найти невозможно. Вот такое восстановление «Березок» и, на самом деле, есть целый список вещей, которые, кажется, нынешние правители России хотят снова вернуть в нашу жизнь, потому что в конечном итоге это то, как они жили, когда они были молоды. Молодость — прекрасное время, Владимир Путин и его друзья хотят вернуть 1970 год. Еще одна новость из 1970 года, «Назад в будущее», вот эта тема. В Храме Христа Спасителя в сентябре пройдет концерт под названием «Хит-парад СССР». Ну, здесь прям все сложилось, такое военное православие. Помните, да, когда-то Пуссерайцы 10 лет назад преследовали за то, что они там какую-то песню спели. Вот «Хит-парад назад в СССР» отлично и подходит для концертного зала Храма Христа Спасителя. Это полная гармония, это два таких столпа, на которых держится современная путинская Россия. История про то, что мы самые великие, потому что с нами Бог, с одной стороны, и Александр Невский, с которым, как говорят, пропаганде велели сравнивать Путина. С другой стороны, что на самом деле у нас была великая эпоха, великая страна, к которой мы можем вернуться, мы должны вернуться. Восстановление таких эстетических ценностей, я вот перечислю, да, в описании мероприятия говорится, вот в этом самом концерте «Хит-парад Советского Союза». А помните, какое раньше мороженое было вкусно? Представьте себе, вы идете в Храм Христа Спасителя и думаете, мороженое это было, какой черт побери, а какое кино умели снимать, да, многоточие. И люди были добрее и отзывчивее. Да, вот, кстати, пишут, что билет на «Хит-парад Советского Союза» купить нельзя. Мне кажется, очень жаль, потому что, конечно, все бы, кто сейчас находится в России, обязательно должны были бы посетить это мероприятие. Не сочтите за рекламу, потому что, ну, это просто дух эпохи. Это квинтэссенция всего того, что хотят вернуть, инсталлировать и сделать с Россией дальше. Православный Советский Союз. Ну и, наконец, еще одна показательная новость культуры. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что все, что происходит на большой сцене, концерты, выставки, на массовую аудиторию, все это, конечно, сказал он, должно контролироваться государством. Вот ничего не государственного, ничего не подконтрольного государству быть не должно. Надо отметить, что даже в путинской конституции 2020 года таких тезисов нету. Там все еще гарантируются какие-то права. Вы не поверите прямо вам, нам с вами, россиянам. И, в частности, свобода творчества тоже вроде бы не запрещена. Но вот у Певцова совершенно другая картина реальности. Мне понятно, что это можно в этом увидеть просто предложение дать денег, ну, то есть снизить конкуренцию, да, потому что у него же хорошее отношение с государством. Он сам депутат. Очевидно, что ему, как творческому человеку, государство всегда даст ковровую дорожку, и у него все будет замечательно. А людей, которые могли бы аудиторию переманить, государство просто не пустит, потому что эти люди недостаточно патриотические. Короче, это коммерческий проект у депутата. Что мне кажется более важным здесь, что, в принципе, предполагается, что государство — это такое существо, такое животное, левиафан, да, такой монстр, который, в принципе, знает все, как надо. Вот государство знает, там, не знаю, во сколько вам просыпаться по утрам, какие песни вам слушать, на какие концерты ходить, как выглядит искусство. Когда мы читали, опять же, про 20 век и про тоталитарные государства, в принципе, можно было как раз именно такой образ государства и увидеть. Государство претендует на все. Эстетический вкус контролируется государственными органами. Это очень высокая планка, на самом деле, мне кажется, что если певцов и компания по этому пути действительно пойдут, они, конечно, хотят, потому что, опять же, это с деньгами связано, то российское искусство будет выглядеть скоро очень узнаваемо. Узнаваемо оно так выглядело примерно в 1950 году, когда уже ничего нельзя было во время позднего сталинизма, потому что почти ничего не соответствовало высоким вкусам государства. Очень редкие фильмы или там спектакли или выставки, они могли пройти цензуру. Началось все с запретов отдельных концертов. Оказывается, выступать со сцены с какими-то социальными лозунгами, даже не с политическими, в России нельзя. Но продолжается все тем, что государство научит всех, как правильно любить прекрасное и какие именно фильмы смотреть, какую именно музыку слушать. Уже тоже здесь вспоминаю, я не застал эту эпоху по возрастным причинам, но были в советских журналах, если их сейчас почитать, там вообще много можно интересного найти. Были такие списки недружественных рок-групп, да, там группа KISS пропагандирует сатанизм, группа еще какая-то, да, там Sex Pistols пропагандирует, значит, сексуальный разврат. Вот, мне кажется, нужно все это делать очень серьезно, и мне кажется, что у Певцова и у всех этих ребят у них будет очень много работы в ближайшее время. Если, конечно, все это просто быстро не рухнет, потому что, ну, по большому счету жить в таких, в таких, в такой эстетической тюрьме молодым людям, которые привыкли к свободе, ну, будет тяжеловато. В Москве впервые с начала войны открылись магазины H&M, самого массового популярного бренда, который дает приемлемое хорошее качество одежды за очень невысокую сумму. Посмотрите на эти очереди, люди занимали, вот есть фотография, в частности, торговый центр в самом центре Петербурга, рядом с московским вокзалом, куда люди утром еще выстроились в очередь для того, чтобы купить себе вожделенный какой-нибудь топик, джинсы, все то, что нужно, на самом деле, людям, когда они живут нормальной жизнью, когда нету войны. Мы могли бы таких, ну, то есть, российские власти, они, наверное, хотели бы видеть такие очереди перед военкоматами, потому что российским гражданам нужны не топики, не джинсы, а, значит, вот умереть на войне за неизвестные путинские цели. Но военкоматы мы очередей не видим, и если где-то искать реальную мобилизацию, так это в попытках россиян все-таки пожить по-человечески, иметь доступ к нормальной одежде, к нормальной мебели из Икеи, к тому привычному образу жизни, который в России сложился за время так называемой стабильности. И H&M открылся, конечно, для того, чтобы уйти из России, это такая финальная распродажа, и даже в этом есть некоторая такая сцена апокалипсиса, я бы сказал, да, что, в общем, в последний раз давайте поживем по-человечески. Как в 96-м году черный пиар против Геннадия Зюганова на президентских выборах шел с тезисом «купи еды в последний раз». Вот сейчас это в буквальном смысле слова «купи H&M в последний раз». Конечно, было бы хорошо, если бы просто ничего этого не происходило, если бы просто люди занимались тем, чего они хотят, и никакой бы войны не было. Это очевидно. Но мне кажется, эти картинки россиян, которые не только занимают очередь, но и продают место в этих очередях на авито, тоже вот очень интересное объявление можно увидеть. Это говорит о реальных ценностях российского народа, который состоит из таких же обычных нормальных людей, которые живут в других странах. Этих людей зачем-то решили отправить на войну и страдать, гибнуть, и мобилизовываться за какие-то неизвестные ценности. Еще новости культуры. Есть вот такой по нынешним временам, наверное, видеоблогер, человек, который когда-то прославился тем, что он переводил иностранные фильмы. То есть, в принципе, в общем, наверное, достаточно космополитичный персонаж, всем известный по имени Гоблин. Даже так было принято говорить, да, в переводе от Гоблина. И вот представьте себе, на самом деле вас зовут Дмитрий Пучков, вам довольно много лет уже, вы такой солидный мужчина, но все равно все вас называют Гоблином и помнят за ваш славный вклад в развитие видеопиратства в позднем Советском Союзе или в ранней независимой России. Ну, а теперь вы патриотический видеоблогер. И вот случилось страшное, YouTube забанил канал Гоблина, прямо можно даже сказать соболезную, такое ужасное нарушение свободы слова. Я не смотрел, правда, ни разу, но, наверное, кому-то это нужно было. Вот, забанили его за нарушение правил сообщества и, ну, по большому счету, за пропаганду войны. Такие вот у господина Гоблина политические взгляды, если так можно назвать. Но новость, по большому счету, состоит не в этом, а новость заключается в том, что на это прореагировали на самом высшем уровне. Поздно вечером, как обычно, бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев написал, что держись, тезка, мы будем мстить. Он написал, Гоблин, держись, мы будем мстить. Мы отомстим, мы сделаем, мы заблокируем тоже где-нибудь, я не знаю, на Рутубе. Мы заблокируем вообще, вот я не знаю, кого он можно заблокировать, ну, какой-нибудь СНН мы заблокируем на всех наших площадках. Это очень здорово. Это здорово, что у Дмитрия Медведева есть такой уровень эмпатии. Здорово, что он един в своих ценностях с Гоблином. Хорошо, что всем понятно, куда все это катится. Первая мировая война началась в конце июля 2014 года, вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года. Если посмотреть на календарь, то мы сейчас находимся примерно посередине, в начале августа. Ну и мировые новости устроены таким образом, что, конечно, у людей, которые хоть что-то знают про историю, возникают крайне печальные ассоциации с нашими перспективами. С одной стороны, вроде бы, как и до 24 февраля, никаких причин для того, чтобы быть какой-то большой войне нету. С другой стороны, мы видели, что российское руководство ввело такую моду на безумие, ввело моду на то, что, в принципе, война — это отличный способ решать свои вопросы. Мир живет, Европа живет с войной уже больше пяти месяцев, все начинают, естественно, привыкать, война нормализуется. Ну и поэтому выстраивается, по крайней мере, в символическом смысле слова, выстраивается целый список людей, целый список точек на карте, которые тоже хотят с кем-нибудь за что-нибудь повоевать. А причины всегда, на самом деле, найдутся. Если у Путина причина для объявления войны Украине была то, что Ленин что-то ей там подарил, а в Киеве якобы сидят нацисты, то вы знаете, в принципе, все, что угодно годится. Но можно вспоминать любые причины для того, чтобы с кем-нибудь повоевать. Есть исследования о том, что некоторые народы в Центральной Африке, этот регион, кстати, тоже Путина очень интересует и Пригожина с его наемниками интересует. Вот некоторые народы в Центральной Африке, они воюют друг с другом за обиды, которые были нанесены этими народами вот так по кругу еще в доколумбовую эпоху, еще в эпоху до колонизации. То есть, 16-17 век и раньше, если до Колумбова, то, соответственно, 15 век. Вот в те какие-то доисторические, по сути, времена в этом контексте люди нанесли какую-то обиду вашему народу, и теперь это отличный повод взять калашников и пойти воевать. Мы тоже сейчас к этому сценарию движемся. Какие у нас есть точки на карте, где вроде бы что-то грозит начаться, но, к счастью, не началось? Ну, во-первых, самая мощная проблема, конечно, это статус Тайваня. Тайвань американцами признается территорией Китайской Республики, предполагается, что это одно государство. При этом в Тайване независимое правительство, США гарантируют военную помощь Тайваню в случае какого-то обострения. И вот сейчас на этой неделе на Тайвань прилетела Нэнси Пелоси, третий человек в американском государстве, спикер Конгресса. Это ее такой прощальный визит, потому что она уходит из большой политики. Ну, и есть большая дискуссия, что это означает, да, и как теперь ситуация будет складываться. Китайцы обижены, китайское правительство Тайвань благодарен. Американцы считают многие, что это была ошибка, другие говорят, что наоборот, это попытка все-таки показать, что именно Америка остается лидирующей мировой державой в нынешней турбулентной ситуации. В прошлом году политолог Фрэнсис Фукуяма задавал вопрос публично, что будет делать Запад, что будет делать Америка, если одновременно Путин попытается войти в Киев, а китайская народная армия попытается оккупировать Тайвань. Здесь мировая политика была бы парализована, и реально началось бы что-то очень похожее на Третью мировую войну. Но мы видим, что китайские власти в клуб безумцев не спешат. Да, китайцы, я говорил здесь с одним китаеведом, достаточно таким глубоким человеком, с симпатией в целом, к сожалению для меня, относящимся к российской власти нынешней. И вот этот китаевед, он сказал, я спросил у него, как теперь относятся к Путину китайские элиты. И он вдохнул тяжело и сказал, Владимир Владимирович теряет уважение китайских товарищей, потому что если тебе нужны такие методы, как крылатые ракеты по украинским городам для решения своих вопросов, это означает, что ты не очень-то серьезный, не очень уважаемый человек. Вот такая ситуация. Вот китайцы хотят быть серьезными и уважаемыми людьми, поэтому они летают вокруг Тайваня на самолетах, и дальше ничего не происходит, будем надеяться, что и дальше, что и впоследствии все это останется просто напряжением, а не шагом к какой-то новой большой войне. Есть напряжение в Косово, здесь политологи говорят, что на самом деле это такая торговля рисками, похожая на то, чем занимается Северная Корея много лет. Чтобы на тебя обратили внимание, дали денег, какую-то помощь еще дали, тебе нужно показывать, что есть огромные-огромные проблемы, и вот Сербия и власти Косово этим по очереди, судя по всему, занимаются, и дальше тоже, к счастью, ничего не происходит. Хотя были там тревожные ночные сообщения о том, что чуть ли не война готовится начаться в этом регионе, тут уже прямые параллели с 2014 годом, убийством Сараева и началом Первой мировой войны, но пронесло. Видите, есть хорошие новости, не только ужасные, редко так бывает в нашей жизни. Вот в Карабахе очередное обострение, объявлена там очередная мобилизация. Это кажется, к сожалению, эта музыка будет вечной, эта война будет вечной, этот конфликт никак не может закончиться, решения там ни одна сторона найти не может. Это, конечно, очень тяжело, эта трагедия, которая началась еще в позднем Советском Союзе, и которая продолжается до сих пор, и вот недавно была очень-очень горячая фаза. Короче, пока Третья мировая отменяется, давайте этому порадуемся. Если говорить о том, об идеологическом контуре происходящего, то здесь, конечно, напрашивается идея, что очень многие люди начинают говорить, что в конечном итоге все диктатуры могут однажды дружить друг с другом против остатков демократии в мире. Демократия, представленная США, Европейским Союзом, Великобританией и их союзниками по всему миру, включая Японию, например, включая в значительной степени Индию. Ну, автократия — это такой блок Китая, России и еще нескольких стран. Но наше с вами счастье заключается в том, что пока вот этого блока диктатур не наблюдается, демократии сотрудничают, диктатуры конкурируют друг с другом, как это происходит, например, в случае с Путиным и Эрдоганом, о чем мы говорили. Если вам вся эта китайская тайваньская история и драма интересна, если вы хотите глубже ситуацию понимать, послушайте подкаст с китаистом Леонидом Ковачичем на нашем канале, посмотрите, ссылка появится. Война рождает очень большое число трагедий. Украинская трагедия, в первую очередь, какие-то маленькие наши трагедии, потерявшие дом, работу и прочее, не столь значительно. Это все до нас, по крайней мере, не бомбили. Мне кажется, одна из самых страшных вещей во время этой войны происходит с жителями Донецка, которых загнали в русский мир еще 8 лет назад. Возможно, кто-то из них тогда это приветствовал. У нас было несколько текстов еще в московской редакции «Новой газеты» про мобилизацию в Донецке, как люди прятались по подвалам, у родственников не выходили на улицу, для того, чтобы их не забрали вооруженные люди и не отправили умирать неизвестно за что. Ну, после того, как по большому счету в последние годы в Донецке была просто не самая богатая, но мирная жизнь. И у нас на этой неделе вышел важный текст нашего автора Андрея Каганских, который рассказывает о том, как на фронт отправили музыкантов Донецкой филармонии. Это страшная история. Это история о том, как, опять же, государство решает за тебя все, как государство говорит тебе, ты там на скрипчике играл в оркестре, а теперь вот тебе оружие, стрелять ты не умеешь, а научить мы тебя не можем, иди, пожалуйста, умри. Прочитайте, пожалуйста, этот текст. Люди, которые оказались заложниками ДНР, они заслуживают нашей эмпатии, нашего сочувствия, и по-хорошему хотелось бы им тоже как-то в этой ситуации помочь. В начале марта еще российские депутаты приняли два закона знаменитых. На самом деле их все путают, и провести между ними отличия очень тяжело. По сути, эти законы про военную цензуру, именно они добили журналистику в России, именно они заставляют и обычных людей, и тех, у кого в этом состоит профессия, отворачиваться от реальности, не смотреть, что происходит на фронте, не писать про то, как гибнут люди, а просто либо молчать, либо повторять пропаганду. Это два знаменитых закона про дискредитацию вооруженных сил Российской Федерации и про фейки, распространение недостоверной, заведомо недостоверной информации про действия вооруженных сил. Как отличать эти законы? Их два, и дискредитация будет помягче. То есть, если ты там что-то дискредитировал, то тебя сразу сажать не будут, дадут меньше срок, а за фейки положено побольше. Так вот, как отличать дискредитацию от фейков, никому не понятно. Депутаты у нас совершенно безграмотные, и писать они не умеют, и говорят они не очень хорошо, но надо было что-то быстро принять. И вот сейчас, на этой неделе, Минюст сделал специальное разъяснение, как же понимать творчество депутатов, и чем, черт побери, дискредитация отличается от фейков. И у нас есть об этом, мне кажется, очень обстоятельная колонка, такой анализ Леонида Никитинского, человек, который всю жизнь занимается защитой прав и исследованиями российских законов, которые становятся все хуже и хуже с каждым годом, ну просто с точки зрения качества текстов. И Никитинский заключает, что, в общем, неясно, сумел ли Минюст что-то разъяснить, и сможем ли мы теперь любой фейк отличать от любой дискредитации. Самое важное, говорит он, что до сих пор неясен юридический смысл, правовой смысл между специальной военной операцией и войной. Все за эти месяцы выучили, что говорить «война» — это прямая дорога в тюрьму, при этом пропаганда сама по себе это слово активно использует. Был замечательный пример, когда в одном таком псевдонаучном журнале была статья военного эксперта российского, который написал дословно следующее — «Специальная военная операция — это первая полномасштабная война в 21 веке». И ему вроде за это ничего не было, то есть так можно, оказывается. Казуистика какая-то получается. Вот, короче говоря, чем одно отличается от другого, и почему «война» говорить нельзя, и как вообще это, в принципе, можно запретить, на это ни у кого, ни у депутатов, ни у Минюста ответа нету, а людей при этом ровно за это сажают. Яшина, его коллегу по Красносельскому муниципальному округу Алексея Гориного и так далее. Всего сейчас почти 80 уголовных дел и несколько, много сотен административных за дискредитацию. Если кого-то не сажают, то у российских властей есть тоже такой старый почетный арсенал других репрессивных методов и, конечно, на подходе всякие психологические, психиатрические штуки и приемы. Вот такая трагикомичная, на самом деле, новость на этой неделе пришла о том, что Федеральная служба исполнения наказания попросила назначить Юлии Галяминой, известной активистке, оппозиционному политику московскому, курс психокоррекции. Как мы узнали, это будет означать, что Галямина должна будет с сентября регулярно посещать специального ФСИНовского психолога, и этот психолог, не побоюсь этого слова, будет втирать Галяминой, что она ведет себя неправильно, надо менять свою жизнь, и все в ее жизни вообще не так, не совсем нормальная она с точки зрения ФСИН, гражданин Российской Федерации, судя по всему. Галямина находится, у нее условный срок, судили ее еще в совсем другой эпохе, полтора года назад, в конце 2020-го, и судили ее за то, что она выходила на мирный протест, ей дали уголовную статью, которая называется «Дадинской». Был такой Эльдар Дадин, активист, который ходил на митинги и потом оказался в колонии. Вот по этой же статье Галяминой одному из немногих людей, на самом деле, кто был реально подвергнут преследованию просто за то, что она выходила на улицу, ничего больше не делала, она получила условный срок, ей ее сейчас продляют, а еще направляют к психологу. Здесь та же самая история, мне кажется, да, вот в принципе это очень, я думаю, что даже какие-то французские философы могли бы этому удивиться и обратить на это внимание. Здесь буквально есть такая идея, что если российский гражданин, Юлия, российская гражданка Юлия Галямина, она требует защиты, соблюдения своих прав, хочет участвовать в политике, да, значит, не соглашается с решением властей, да, требует, что она по-прежнему, у нее по-прежнему есть какие-то ценности, она о них открыто говорит, и эти ценности не совпадают с мнением правительства, то после этого выходит в СИН и говорит, ну, вы знаете, у вас очень тяжелый запущенный случай, вы по сути ненормальная, давайте мы вас отправим на психокоррекцию, чтобы это не означало, будем вас учить вот такими псевдонаучными способами, как правильно любить Родину. Опять же, да, это следующий шаг здесь, это то, что если вы не согласны с чем-то, что происходит в России, вас всегда можно отправить на психокоррекцию, потому что там, в государстве, не только по поводу концертов, но и по поводу всего остального виднее, как люди должны жить, что они должны думать и во что мы должны верить. Как обычно, к сожалению, много новостей военных, трудно выбрать какой-то один сюжет за прошедшую неделю, много военных экспертов обсуждают, сможет ли Украина начать контрнаступление, что в частности будет с Херсоном, который теперь отрезан из-за разрушения, из-за повреждения Антоновского моста от таких прямых поставок со стороны российской митрополии. Я хочу, наверное, выбрать в этот раз один сюжет и немного про флот поговорить, потому что было много вещей связано с флотом. Ну, во-первых, день военно-морского флота в России отмечался, и он отмечался, как обычно, парадом. Парады проходили в прежние годы на Черном море, которое было мирным, на Балтийском море, которое пока остается мирным. В этом году парад был только в Санкт-Петербурге. В параде участвовало меньше кораблей, и это, судя по всему, напрямую связано с тем, что флот задействован в войне с Украиной. У нас есть репортаж Ирины Тумаковой, которая вообще очень героически работает с новой газетой Европы. Посмотрите на то, какое количество и качество текстов она публикует у нас. Она сходила посмотреть, как люди празднуют день военно-морского флота в Петербурге. Ну и заголовок текста говорит сам за себя. Флот несет потери, это вы какую-то херню несете. Погиб флагман Черноморского флота в несколько месяцев еще назад крейсер Москва. Но говорить об этом нельзя, нужно радоваться тому, что у нас есть парад, есть флот, у флота есть новая доктрина. И вот давайте три сюжета пересечем. Внутри вот этой флотской темы, ну даже сюжет номер ноль получается связан с тем, что в Севастополе решили отменить парад по официальным причинам, потому что вот какие-то технические накладки есть. На самом деле не очень ясно, насколько безопасно российским кораблям в Черном море устраивать парады при нынешнем количестве и качестве украинских вооружений. Особенно с учетом судьбы крейсера Москва. С другой стороны, на этой же неделе, приуроченной к дате Дня военно-морского флота, Путин подписал новую военно-морскую доктрину. Она, на мой дилетантский взгляд, достаточно безумна, потому что она предполагает, что российский флот будет присутствовать во всех океанах, кроме тех территорий, тех акваторий точнее, которые находятся в западном полушарии. Так и быть, обе Америки, да, еще и Австралию, если на карту посмотреть, российский флот контролировать не будет, то есть западное полушарие и вот эти вот совсем далекие земли. Все остальное – это зоны нашего национальных интересов, национальной безопасности, и мы что-то с этим будем такое делать. В тот же момент времени единственный российский околоавианосец адмирал Кузнецов оказался, наконец, в сухом доке. Он уже несколько лет находится на ремонте. Когда ремонт закончится, неясно. Сухой док – это, по идее, ну, как бы такая основная часть ремонта, когда корабль целиком можно осмотреть и, значит, провести все профилактические ремонтные работы. Как именно российский флот собирается контролировать мировые океаны – решительно непонятно. И самое главное – непонятно, кто за это заплатит, где Россия будет брать технологии современные в условиях санкций, и как она собирается строить новые корабли, или как она собирается действовать имеющимися, с учетом, опять же, печальной судьбы крейсера Москва. И, вот, знаете, как будто все это сходится одновременно, потому что отец моряка, который погиб на Москве, он несколько месяцев добивался хоть какой-то информации о своем сыне, тот числился без вести пропавшим. И вот, наконец-то, Дмитрий Шкребец, его сын Егор погиб на Москве, он получил свидетельство о смерти. Просто там написано было «Умер 13 апреля», без каких-то уточнений. Путинское правление начиналось с затопления, с гибели подводной лодки «Курск». Тогда это был огромный скандал, тогда Путин был вынужден отвечать на вопросы зарубежных журналистов и получать огромную критику, в том числе на национальном телевидении. Сейчас вы видите ситуацию такая, наш флот могущественен, наши корабли не тонут, у нас никто не гибнет, и нужно радоваться и гулять на параде, о чем как раз пишет Тумакова. Кажется, коротко это называется деградацией общественной жизни, потому что люди просто приучены, нас долго приучали отворачиваться от реальности, вне зависимости от того, что у вас происходит, например, со флотом. Вы должны воспринимать это так, как говорит пропаганда. Депутаты Госдумы продолжают свое черное дело, и на этой неделе они предложили запретить усыновлять детей-сирот российских гражданам любой недружественной страны. На сегодняшний день запрещено усыновлять американцам. Американцы много лет усыновляли не очень здоровых, скажем так, российских детей, которым в ином случае угрожала бы просто очень тяжелая жизнь в детском доме, без семьи, никому они не нужны. В России сейчас 300 тысяч детей-сирот, количество это не сокращается. Россияне, даже те, кто утверждает, что они большие патриоты, обычно тоже в очереди за этими детьми не выстраиваются. Ну и теперь вот процедура у нас, если этот закон будет принят, и, конечно же, его примут, процедура у нас будет такой. Любая страна произвольно объявляется недружественной, и это означает, что если у вас есть, например, какая-то запущенная процедура усыновления, допустим, французской семьей какого-то тяжело больного российского ребенка, потому что у этой семьи есть условия для того, чтобы его развивать, лечить, помогать и так далее, то это усыновление, как это было несколько лет назад, когда была принята первая порция закона Димы Яковлева, так называемая, Дмитрий Гудков тогда об этом много рассказывал, и мы хотим с ним поговорить об этом, и поговорим в ближайшее время. Вот просто эта процедура срывается, да, и человек остается наедине с российским государством. Все как раз как было, наверное, при советской власти. Опять же, мечты о том, что твоя единственная надежда — это государство, и что государство с тобой сделает, то и будет, в этом законе, по большому счету, и воплощены. Российские сироты — это собственность Российской Федерации. Мы вот все говорим о каких-то ужасах, да, в соответствии с названием программы, но есть какие-то вещи, как можно заслужить в современной России поощрения и награды. Ну, мы знаем, да, что льготы, например, будут предоставляться ветеранам боевых действий, их дети будут бесплатно засекреченно поступать в университеты, и там, значит, оттеснять всяких ботаников, олимпиадников и прочих потенциальных национал-предателей. Наше высшее образование будет становиться все лучше и лучше, и, в принципе, решительные шаги к этому уже делаются. В знаменитом университете нефти и газа имени Губкина студентам начисляли баллы аттестации по профессиональной практике за просмотр патриотического кино. Мне кажется, это идеальная модель высшего образования для Российской Федерации на ближайшие годы. Ты сидишь, втыкаешь в патриотическое кино и получаешь красный диплом, и становишься хорошим специалистом, а потом дальше продолжаешь строить патриотизм в своей профессии. Раньше, в советское время, студентов возили на картошку, сейчас времена поменялись, никому не хочется пачкать руки. Можно просто пока, по крайней мере, пока с картошкой сельское хозяйство справляется, можно просто смотреть патриотическое кино, но смысл ровно тот же самый. Опять же, государство считает, что студенты — это такая вещь, которая ему принадлежит, и нужно этим студентам вставить патриотическое кино. Ну вот у нас сегодня получился такой обзор «Назад в Советский Союз». Начали мы эту тему с того, что сказали, что все аналогии случайные в истории, на самом деле, ничего не повторяется. Но вот последняя новость, судите сами, насколько здесь есть какие-то повторы. Учительница из Пензы получила условный срок за фейки, те самые фейки про об армии. И донесли на нее школьники, она учительница английского языка, дали ей пять лет, пять лет условно, и также запретили преподавать на какое-то время. Ну здесь важно, да, что вот представьте себе, сейчас начнется учебный год, война, судя по всему, будет продолжаться, и начнется такая веселая, ну на самом деле ничего веселого в этом нет, начнется такая вакханалия, все друг на друга будут доносить. Я, кстати, с этим тоже успел столкнуться, я еще немножко преподавал в России, когда война началась, на меня тоже написали донос, вот, но, правда, пока не было уголовного дела. В целом ситуация понятная, все сидят на занятиях, в классах, в аудиториях, и очень тщательно думают, что же они могут говорить по поводу той прекрасной реальности, реальности, ну ужасной реальности, в которую нас отправил Владимир Владимирович Путин. Это были августовские ужасные новости, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите о том, какие новости мы упустили, и о чем журналистам сейчас следует говорить, какие проблемы есть в вашей жизни. Субтитры создавал DimaTorzok